Всем привет! Фанаты вздохнули свободнее. Появилась информация, что артистка не впадала в кому. Анастасия Заворотнюк, у которой, как говорят, четвертая стадия рака мозга, не была при смерти. Между тем, на радостные новости не все отреагировали положительно. Уже неделю в сети много пишут про звезду сериала «Моя прекрасная няня». Новостные заголовки выходили один тревожнее другого. Анастасия Заворотнюк предрекали страшную участь. Странно, но не все интернет-обыватели на вести, которые, казалось бы, должны были принести облегчение, отреагировали положительно. Анастасию Заворотнюк внезапно сравнили с шоуменом Барри Алибасовым. Тем не менее, когда у Анастасии обнаружили онкологическое заболевание, некоторые поспешили связать его с подобной историей. Кто-то посчитал, что женщина также захотела попиариться, но, к сожалению, история Заворотнюк отличается от ситуации с Алибасовым. Он рассказал, что нарочно придал отравление общественное глаз, в то время как семья няни Вики стремится скрыть информацию. Родные Заворотнюк, наоборот, хотят, чтобы никто не лез в их частную жизнь. А если бы у вас, не дай бог, случилась какая-то проблема с организмом, вы бы хотели, чтобы на это обратили внимание все россияне? Скорее всего, что нет. Это очевидный ответ. Есть такие состояния, когда человек хочет находиться только с самыми близкими людьми, быть с ними, а не со всей страной, прокомментировал ситуацию Барри Каримович. Помимо этого, знаменитость рассказала о временах, когда СМИ регулировались государственным аппаратом. «Я жил в то время, когда не было никаких новостей, кроме информации о жизни КПСС. Не надо туда возвращаться. Кто хочет знать какие-то подробности и детали, имеет полное право. А кто не хочет, пусть не смотрит и не читает», — подытожил Барри Каримович. Напомню, в середине минувшего лета основатель группы «Нана» был госпитализирован с отравлением. Как сообщалось, Барри Алибасов случайно выпил средства для промывки труб крот. Появилась информация, что шоумен получил химический ожог внутренних органов, после чего его пришлось ввести в медикаментозный сон. Всю неделю страна следила за состоянием здоровья звезды. Народ призывали молиться за несчастного. Однако Алибасов слишком быстро пошел на поправку, что навеяло на мысль, это лишь продуманный пиар-ход. Многие выразили негодование в соцсетях. Ребята, сейчас нет официального подтверждения данной новости. Я не вправе утверждать, что все это стопроцентная правда. В свою очередь, я лично желаю актрисе победить страшную болезнь, которая у нее действительно есть, а ее родным силы пережить это горе. Спасибо за просмотр. Подписывайся, чтобы быть в курсе новых новостей. Редактор субтитров А.Семкин